В России стартовала декларационная кампания. Пришло время отчитаться о доходах за минувший год. С 1 января и до 30 апреля армавирцы обязаны предоставить декларацию по форме 3 НДФЛ. В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы напомнили о тех видах дохода, которые подлежат отчетности. Направить данную форму декларации должны граждане, которые получили доход от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 5 лет, от продажи ценных бумаг, также от продажи долей в уставном капитале. Кроме того, декларацию должны представить физические лица, которые получали доход от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду. Те физические лица, которые получали выигрыши в лотерее, также должны представить декларации. Кроме этого, должны представить декларации физические лица, которые получили доход в порядке дарения от лиц, не являющихся близкими родственниками. Подать декларацию можно, не выходя из дома. На официальном сайте fns-россии-налог.ру работает специализированная программа. Она так и называется «Декларация и находится в свободном доступе». Кроме того, можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц. Сервис позволит заполнить декларацию всего за семь шагов. Подготовленная декларация будет направлена в налоговую инспекцию в электронном виде. Также в этом сервисе можно отследить ход камеральной проверки данной декларации. И заявитель сможет это сделать самостоятельно. То есть зайти в свой личный кабинет и увидеть полностью историю по своей декларации. Обращаем внимание, что вход в личный кабинет может быть осуществлен также при наличии подтвержденной учетной записи на портале государственных и муниципальных услуг. То есть, если вы имеете доступ к госуслугам, вам не обязательно приходить в налоговую инспекцию и получать логин и пароль для того, чтобы получить доступ в личный кабинет налогоплательщика физлица. Туда можно зайти с учетной записью, в которую вы заходите на государственные услуги. В бумажном виде декларацию можно предоставить в инспекцию по месту жительства лично через доверенное лицо или направить по почте. За нарушение сроков действуют штрафные санкции. Это 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц со дня установленного для ее предоставления. Предельный срок подачи декларации не устанавливается на получение налоговых вычетов. В этом случае направить документ можно в любое время в течение года. Продолжение следует...